И приглашаю следующего докладчика, который завершает наше сегодняшнее заседание, Святослав Игоревич Каверин, независимый исследователь из Москвы, с докладом «Перспектива изучения искусства Центрального Гендукуша в России». Друзья, меня зовут Святослав Каверин, также я являюсь стажером и следователем в Институте Востоковедения. Начинаем совместную работу. В ноябре профессор Дауров с моей презентации, на базе которой эта презентация была сделана, выступал в Кабуле на семинаре по искусству и истории Нурестана, Востоковерная провинция Афганистана на восточной границе. И развивая тему уже до большого материала, который также будет в сборнике опубликован, расскажу о перспективах и, конечно, истории изучения искусства этого региона. Центральный Гендукуш также его можно назвать южным, юго-восточным. Собственно, регион показан на этой карте. Территория Центрального Гендукуша уникальна во многих отношениях регион, населенная народами, говорящими на дарских и нурестанских языках. Это менее известные ветви индоиранской языковой группы в рамках индоевропейской семьи. Ну а если точнее говорить, то дарские языки все же стоят ближе к иранским, нурестанские, а нурестанские представляют собой некую отдельную надветвь и вместе с индоиранскими все это группировано как арийские языки в совершенно научном значении этого слова. И народы, говорящие на этих малых языках, населяют высокогорье на границе Афганистана, Пакистана, Индии, включая спорные территории бывшего Кашмира, и Китай с Таджикистаном также находятся недалеко, и эти территории оказывают свое влияние на формирование этих народов, на генез, их искусство, материальную культуру. Народы, говорящие на этих языках, также характеризуются своими особенностями в культуре и быту. И несмотря на то, что в течение XX века был проведен ряд исследований, экспедиций, в основном из западных стран, культура и искусство региона остаются охваченными лишь частично, особенно в отечественной науке, и это делает тему актуальной, перспективной. Представляется, интересно произвести обзор памятников региона, материалов ему посвященных, а также обратиться к истории региона и средсообразно ввести в научный оборот данные о бытии ремеслах уже современных, горцев Гиндукуша в XXI веке. Ближе мы видим достаточно пеструю картину распространения языков на этой территории. Снова. Западняя штриховка показана афганской территорией, где выше и севернее проживают нористанцы, ниже по высоте них проживают народоговорящие на дарских языках, точнее это группа общин сельских, которые скорее лингвистами названы обобщающим именем Пашаи. Соседи их часто называют Кохистани, просто горцы. Такая ситуация и на афганской стороне, и на пакистанской, на востоке, где также в верховьях рек проживают некие кахистанцы, которые имеют самоназвание по территориям, которые они заселяют. Сами территории, что я сейчас представляю, вот рассмотрим провинцию Нористан в Афганистане. С севера она надежно защищена хребтом, который можно пересечь по нескольким перевалам. Таким образом, исламизация с этой стороны мало грозила этим народам. И, в принципе, с юга и юга востока также непросто было проникнуть в эти районы, было достаточно легко оборонять. Таким образом, на данной территории, за исключением южных окраин, политэстические верни сохранились до самого конца 19 века. До того момента, когда между Афганистаном и Британской Индией была пройдена граница. Вот чертой она показана на Крайнем Востоке. Можем проследить развитие, смену религий на этой территории. Видим, что 500 лет назад большая часть населения сохраняла политэстические верования. И век за веком границы Кафристана сжимались. Так прошли походы моголов Бабура, Акбара, их наследников. С севера шла проповедь исмаилитов из Вадахшана, с Памира. С юга наступали пуштуны, которые стали засемлять эти земли постепенно. Сначала после походов в Тамерлана опустошающих, затем после продвижения могольской власти. Таким образом, только в более изолярных территориях старые верния сохранялись. Ситуация уже сильно меняется спустя пару веков. И на момент подписания договора между Кабульским и Мирмой и правительством Британской Индии уже совсем небольшая территория сохраняла язычество. И в современный момент только малый народ Калашей, точнее даже его половина, на пакистанской стороне, на востоке, это центр закрашенной области, они сохранят свою веру, но при этом многие жители регулярно принимают ислам, поскольку это выгоднее социальных позиций. И часто некий раскол происходит в семьях, когда, допустим, отец принимает ислам, дети остаются язычниками, но зачастую это сохраняет мирный характер, то есть они вполне могут общаться, сосуществовать, но все же молодежь исламизированная предпочитает отселяться. Как правило, это девушки, поскольку в сообществе язычников женщины работают, мало того, у нарестанцев и у народов, говорящих на дарских языках, земледелием физически более тяжелым занимаются городские женщины, они носят грузы и, так сказать, камни на полях, расчищая участки, и все проще, в то время как мужчины занимаются скотом. У таджиков, у ираноязычных народов ситуация иная. Кроме того, у соседей калашей, у народа чатральцев тоже дарды, но мусульмане, на севере они и смоэлиты, на юге и сунниты, женщины не работают. Это, конечно, привлекательно. Вот последние язычники были сфиксированы в таком виде, слева фотографии 1919 года, один из последних язычников, после исламизации афганской территории часть людей бежала на британскую сторону, где сохранял свой статус до 1930 года, затем они официально, по документу, просто перешли в ислам, по декрету некому. А это вот исторично одно из общин. Справа же мы видим акварели 1830-х годов, где в подробностях можно рассмотреть детали костюма, но, конечно, на другой степень увеличения. Отметим специальную стрижку с сохранением локонов на затылке и порой на висках. Нечто подобное можно видеть и у народов Северного Кавказа, у черкесов, абхазов, адыгов. Есть такая параллель. Здесь фотографии начала XX века тех же времен, и видны стрижки, но не у всех людей. Главный убор покол виден у человека, сидящего снизу слева. Считается, что все-таки первыми у нас стали носить их соседи-читральцы, уже мусульмане к тому времени, но, тем не менее, само название покол, оно происходит из шугнанского языка, с Памира. Таким образом, и с этой вещью, и с распространением религий, и хозяйственных вещей можно видеть, что все-таки взаимосвязи в регионе были сильны, прочны, не прерывались. То есть, можно отметить, Памир, Центральный Гиндукуш, языческие районы, мусульманские. Между ними сохранилась определенная связь. И, в частности, например, известно паломничество исмоэлитов через кафирские территории в конце 19 века, с тех территорий, которые стали российскими впоследствии. И рассказы стариков об этом были записаны уже в 20-е годы. И таким образом, кафиры не убивали исмоэлитов, поскольку, с точки зрения основного течения ислама, исмоэлиты были таким же неверными. А самим суннитам в кафирские регионы вход был настрого запрещен, но в то же время британцев или купцов индусов, сикхов вполне пропускали. Это, опять-таки, уже на британской стороне фотография сделана, поскольку на афганской все категорически были обращены в ислам, и половина жителей вообще была переселена под Кабул по методу Моисея, чтобы оторвать людей от их традиций. В частности, последнее документированное жертвоприношение на этой территории кинохронику записал норвежский лингвист Георг Моргенстерна, он же собрал и материал по языкам, и экспонаты, которые попали в музей Восла из поиски 1929 года. Все это очень ценно. Равно так он и записывал и аудио, гимны, музыку, на кинохронике и танцы есть. И само это жертвоприношение было возможно, потому что Моргенстерн просто купил козла для жертвоприношения, поскольку местные жители не считали нужно тратиться на такую необязательную вещь, тем более, что они буквально через несколько дней исламы приняли. Ну, рестанция на афганской стороне выглядит таким образом. В сельском месте можем отметить традиционную куртку посередине, такую же носят и калаши на пакистанской стороне, и так же у человека посередине еще есть шорты. До исламизации люди, в принципе, могли на голые ноги носить такие штаны, а так же ходить без штанов вовсе, но в длинной рубахе. То есть мальчик получал право носить штаны только после инициации, после того, как уходил на несколькие территории и убивал врага мусульманина, и в качестве доказательства приносил ему тюрбанку, кусок ткани, потому что, да иным образом, он его не мог добыть. После этого человек получил право носить штаны, ну, либо он их был обязан носить, если, допустим, по торговым делам ходил в Читрал, например, на восток. Вот человек в Кабуле, в частном музее нурестанской культуры, надет традиционный костюм, но под обмотками видны, конечно, стандартные штаны современной шальвары, но также на нем надеты не очень широкие традиционные штаны с вышивкой, с лампасами, на ногах кроссовки нурестанцы, потому что кроссовки любят. И что самое любопытное, это человек жил в России 15 лет и даже оставил здесь детей. Если кто-нибудь все-таки присоединится к моим исследованиям, то наверняка вы с ним пообщаетесь, дистанционно или в самом Кабуле. А на этом фото мы можем видеть нурестанского писателя, этнографа, историка справа, Самио Латаза, автор многих книг, на пересельском языке, правда. А слева его сын, тоже учившийся России, тоже имевший потомков в наших землях. Так что у нас есть определенные связи. Это наиболее яркая часть искусства нурестана, бывшего каферистана, это помощное изображение. Вопреки стереотипам, все-таки статуи изображают в первую очередь недавних вождей. Они сдвигались в качестве могильных фигур спустя год после смерти человека. На британской стороне у Калаша эти фигурки были меньшего размера, рисунки, как правило, стали крупные. Но иногда устанавливались и фигуры божеств тоже. Но в меньшинстве случаев. Это фото из Кабульского музея, старые экспозиции, сейчас она, к сожалению, более бедная. Я трижды там был, и ни разу там даже свет не горел нормально. Только через жалюзи что-то было видно, поэтому я взял чужое фото. А это снимок уже из частного музея. Вот такую красоту там можно наблюдать, приходить, исследовать. Подробнее об этом скажу, а пока вернусь к тексту. Художественный язык народного искусства, прикладных немесел, как язычников, так и соседей мусульман, восходит к образцам греко-буддийского периода. Анализ этих влияний позволяет судить об этногенезе народов региона и реконструировать элементы материальной и духовной культуры их общих предков. В частности, подобные орнаменты являются общими для всей территории Воскогория, центрального гендукуша. И аналогии можно найти как на Памире, так и на Кавказе, и даже в Восточной Европе. И, в принципе, солярные знаки характерны для практически всех культур земного шара в той или иной мере. Как и в других горных районах, здесь на малой территории проживает множество различных народностей. Они были комплексно исследованы учеными в основном из стран Северной Европы. Норвегии, Дании, Германии, Австрии. В то время как британские авторы появились в 19 веке, когда политическая обстановка требовала срочного исследования многогранного этих территорий, которые представляли интерес для захвата британцами под предлогом наступления России и вторжения в Британскую Индию. Предлог, конечно, был надуманный, поскольку у российского правительства не было таких мыслей, кроме авантюрного похода Павла I, который окончился на полпути в связи с его смертью. Павла. Также существуют работы на французском и итальянском языках. На русском небольшое количество. Таким образом, с одной стороны, общие исследования были проведены, обзорные, иногда даже подробные, но белых пятен осталось еще достаточно для наших и других исследователей. В частности, искусство и прикладные ремесла долины Сват в Пакистане исследовал. Немецкий автор Йоханнес Кальтер книга из замечательного английского, на немецком языке изданная. Это кресло резное из соседней долины Дир, также в Пакистане. Также верховье ее населяют дарды. Низовья реки заселены пуштунами, но пуштуны переняли от дардов как саму практику пользования мебелью, хотя и не очень широкую, и так и само искусство. Резьбы и ряд других приемов земледелия и прочего. Понятно, что там где-то происходило вытеснение, где-то ассимиляция. В США среди немногих исследований региона наиболее известен лингвист и этнограф Ричард Странт, однако традиционное искусство он минимально затронул, скорее, как раз в перечне слов для обозначения тех или иных предметов. Советские исследователи, да, значит, это сват, долина сват, также клубель буддизма, но и до ее верховьев буддизм вряд ли доходил вообще. Вот, значит, был замечательный советский антрополог Дебец. Он провел комплексное исследование физической антропологии населения Афганистана, за небольшими исключениями. И лишь на английском языке вышел сводный том с большим количеством фотографий, в то время как в Советском Союзе были изданы лишь ротопринтные брошюры либо статьи в сборниках. Вот, лингвист Грюнберг путешествовал вместе с несколькими экспедициями геологов по Нурестану, собрал колоссальный материал по языкам, опубликовал, проанализировал грамматику нескольких языков, и также вот одна из его книг включает буквально несколько фотографий. К сожалению, его архив где-то не установлены вместо вхождения его архива, но уже изданное, оно очень ценно. Опять-таки, публикации как Дебеца, так и Грюнберг являются их хлистоматинами, важными на мировом уровне. А первым для исследования территории специалистами были Вавил Фабукинич, ботаник и этнограф, который первыми среди европейцев именно в рамках научной экспедиции проникли на территорию Каферистана, уже бывшего исламизированного, но пока еще поверхностно. В 1924 году они получили разрешение на такую работу, и за 4 дня пересекли эту территорию с севера на юг. В 1929 году была опубликована книга «Земледельческий Афганистан», которая также включала и главу по Каферистану, который в свою очередь является вот такой тихой гаванью диких видов известных нам культур, даже гречки, например, которую в Афганистане вообще не знают, за исключением лиц, которые жили в Советском Союзе и питались. Но в то же время в диком виде она там растет, равно как и многое другое, много любопытного можно собрать. Но, к сожалению, в настоящее время на территории Нурестана работать сложно. До войны это еще было возможно. В советское время изредка выходили популярные публикации, вот, допустим, журнал «Вокруг света», малые статьи, кое-что было посвящено истории, но по искусству просто минимум. И вот фото, любопытно, наших елгов. При каких-то обстоятельствах они промокли, видимо, упали в реку, и местные жители им предложили переодеться в традиционную одежду, причем еще максимально архаичную, просто из шкур. То есть на человека две-три шкуры походило. Также эти шкуры носили не только на голое тело, но и женщины их надевали на спину для того, чтобы тяжелая корзина с камнями или чем-нибудь другим не протирала им, не протирала одежду. Вот такова доля местных женщин. Далее. Вот, как я сказал, 50-е, 70-е годы оказались золотым временем экспедиции и открытий на материалах, в которых в дальнейшем были написаны книги и статьи, в первую очередь, по лингвистике. Например, недавно грамматика, словарь и сборник текстов одного из малых языков Нурестана, малых даже в рамках малых языков, были написаны, изданы немецким лингвистом Будрусом на материале, собранных в 50-е, 60-е годы. То есть автору сейчас 80 лет, даже более, и это труд всей его жизни. А в последние 40 лет работать, конечно, там сложно. Вот, традиционную архитектуру горных районов обобщенно рассмотрел карцев в Советском Союзе. За рубежом вышло несколько специализированных книг, как обзорных по всему Афганистану, так и рассматривающие архитектуру горцев. Также в настоящее время работает по языкам лингвист Коган, по ордоаддарским языкам. Историю Южного каферистана рассмотрел следователь из Петербурга Душвили, в частности, вооружение каферов, и это все-таки имеет некоторое отношение к искусству. А как это вооружение выглядит, кинжалы, мечи, копья, щиты и прочее, мы все-таки можем видеть на сохранивающихся образцах, которые практически без изменений использовались даже в 19 веке. И даже в современности кинжал каферский носится мужчинами ряда регионов просто как символ инициации, то, что он взрослый, даже в 21 веке кое-где это сохранилось. Специальные исследования по искусству не проводилось, но можем отметить, что в сборнике народа передней Азии сотрудник кунсткамеры Кисляков сделал обзорную статью по нористанцам, и там использовались материалы разных источников, в частности, внизу слева фотография Вавилова Букинича, сверху фотография Моргенстерна 29-го года, а рисунки взяты из книги 33-го года уже германской по итогам германской экспедиции 28-го года. Причем она была чуть ли не какой-то тайной, поскольку автор по сообщениям хвастал, что он прошел с лесничем без разрешения и год, месяц провел на территории Каферестана. На этой фотографии мы можем видеть святилища как калашей современных язычников на пакистанской территории. Их правительство сохраняет в современном статусе, немного даже защищает, запрещает проповедь какой-либо религии на их территории для того, чтобы туристы туда ездили. И подобные образцы, иногда даже подновляемые, мы можем видеть. Рисунки на стенах более современные, но в принципе они характерны для местного населения, разве что более реалистичные рисунки скорее являются новинкой, в то время как крайний рисунок козла слева с закрашенным контуром, он конечно выглядит более аутентично и слегка напоминает Петроглев. И надо отметить, что в сельской школе в долинах Калаша детей учат рисовать в традиционном стиле. Но в то же время резьба из вояний на могильных утрачена. Стиль этот утрачен, то есть сейчас там работает один из резчиков из самого племени, но он работает в более реалистичной манере, которая с моей точки зрения уже не то. Фигурки самих Калашей выглядят так. Все-таки они были склонны маленькие производить, в то время как их соседи ныне называемые нарестанцами производили крупные фигуры. Но в то же время маленькие-маленькие фигурки они могли встраивать в мебель. То есть на каких-то подлокотниках кресел для вождей мог еще изображаться маленький божок сидеть верхом на козле совсем небольшая. соответственно, мы видим, что справа женщина, слева мужчина и это два типа фигур, то есть верхом на коне либо сидя в кресле. Опять-таки мы видим, что пользование мебели сугубо характерно для этих бывших язычников. Также были статуи стоящих людей и фигуры всадников порой показывают людей, сидящих на конях с двумя головами. Это мы тоже увидим на фотографиях. Костюм у калашей у женщин сохраняется еще традиционный, но материалы обновились. То есть здесь мы можем видеть возможно еще традиционную материю. Наиболее традиционная она выглядела более грубой, была темно-коричневой скорее, чем черной. Современная же явно с рынка берется. А сам головной убор праздничный изготовляется из того, что доступно на рынке. То есть появляются монеты, появляются фабричные пуговицы, все это идет в ход и по монетам можно датировать эти предметы. Ну и каври, конечно, это наиболее старая деталь. И подобные уборы можно видеть на севере Индии у самого восточного дарского народа Минару в округе Ладак. Где они живут уже бок о бок с тибетцами и у тибетцев ладак, а также есть подобный убор женский спускающийся на спину. Конечно, с определенными отличиями. Слева мы видим старый праздник калаши, где на женщине накидка есть, такая пледообразная, но в то время на плавичок походит мужчина, жрец, украшен чем-то невероятным, и на нем халат из ярких тканей. Справа мы видим уже современный костюм, совершенно современный, причем на женщине надето два главных убора, как с открытой макушкой повседневной, так и цереминальной, которые украшены еще перьями дополнительно. На ребенке шапочка, и шапочки такой конструкции, но более дикого вида известны в различных коллекциях текстиля, опять-таки, с широкой территории от Нуристана в Афганистане, так и по всему Северному Пакистану. И платье украшено вышивкой уже более современного типа, поскольку на старых фотографиях идентичного увидеть нельзя. Вот мы видим более старое платье с темно-коричневой грубой шерстью, и так, для примера, еще привело мужчина-охотника в маске лисы или другого животного, которое позволило ему более тихо подкрадываться. Подобные маски, в том числе даже из шкуры лисы, можно наблюдать и на территории Афганистана, в том числе по долине Паншер, которая находится через хребет от Нуристана. И на картах процесса лосинализации, которые я показывал, Паншер не был представлен, однако языческие верни там были представлены еще до XVIII века как минимум. Также и малые языки там сохранились на некоторых участках. Сама территория Гиндукуши, она служила приютом в течение долгих веков для носителей разных языков и верований. Там были распространены культы с греческим влиянием, буддизм, шваизм и гиндукушеская религия на базе архаичного индуизма. Эту религию как раз и исповедовали до сих пор калаши, их соседи нористанцы, а большинство народов из Когория также хранит миф о происхождении от греков либо македонцев либо солдаты армии Александра Македонцев, которые, конечно, могли происходить из любой территории. Однако исследования генетиков показывают, что сколь возможно различимый генетический след можно найти в пуштунах и то минимальный. Касаемо большей части горцев это все-таки легендарные такие предания, а блондинистость и светлоглазость части этого населения, опять-таки, не какая-то зашкаливающая она присуща, в принципе, всем горным популяциям, пожалуй, от Черногории даже и Кавказа и вплоть до Среднего Востока это общее явление. На фото слева-сверх мы можем видеть отца мусульмана и сыноязычника, а также кадр с праздника традиционного, где мужчина оделся все-таки в традиционный костюм. Обычно мужчины носят костюм региональный, общий с пуштунами и прочими соседями. Куртка опять-таки заимствована от нористанцев, но калаши ее очень любят носить по праздникам, а сами нористанцы ее носят в принципе в жизни и даже порой в диаспоре. Например, мы видим фото из Лондона слева. Прекрасно там люди поживают и даже от лондонцев не сильно отличаются внешне. Справа мы видим своего рода кальдование, это правильнее назвать народным театром. Разыгрывают некоторые сценки. Если сверху некий праздник, то снизу идет кадр со съемок репортажа для афганского телеканала ТОЛО, которые происходили в 2016 году. В 2017 году репортаж, фильм на 25 минут был выпущен, доступен на YouTube. название написано на персидском, так что если кто-то захочет посмотреть, обращайтесь ко мне, я направлю вас. В старые времена мы можем видеть использовались штаны достаточно узкие, с вышивкой, видим некую делегацию. Здесь мужчины одеты в рамках своего времени, 70-е годы, пожалуй, но в то же время традиционный костюм. можем отметить и такие предметы одежды, как расшитые жилеты. Современные жилеты, в том числе тот, который на мне скроен по мотивам британских жилетов и имеет название «васкат», то бишь «waistcoat» британского слова. Но мы можем видеть, что горные народы носили безрукавки, носят до сих пор от, пожалуй, Испании до Китая традиционно. На большей части территории они заменены современными образцами. И такую рубаху жениха с мельчайшей ручной вышивкой. Тоже стоит отметить, здесь три узора, называемые горы, давно конкретно название горы, глаза змеи и зерна граната. Местами можно видеть антопроморфные мотивы. В частности, это кресло происходит уже из исламизированного района, из долины Сваат скорее, хотя на аукционах оно часто фигурирует как происходящее из Нурестана. Но все-таки по ряду особенностей я склонен считать, что это с пакистанской стороны происходит. Таким образом, поверхностное либо полностью исламизированное население, а их ремесленники все же по традиции могли производить такие фигуры человечков, но уже завуалированы. Также там растительный орнамент, животных я не замечал. Ислам стал распространен на яндукуши с 7 века. К 11 веку военные кампании газневидов, завоевателей объединились территории религиозно и политически. И вот только в воскогорных районах сохранялись традиционные верования, в процессе ассимиляции и исламизации они сохраняются в виде пережитков. И вот мы видим фото политического агента британского в Читрале, где есть некое святилище, по всей видимости ей лежат головы козлов и, думаю, лежат они там с некой целью. А он для более интересной фотографии был также одет полностью в традиционный костюм. Это фото предоставило британское графическое общество и также британская библиотека также обладает огромным количеством снимков по этой теме, поскольку их агенты собрали там шикарный материал. В конце 14 века кафером пытался пройти Тамерлан, точнее военачальники, не сам Тамерлан лично. Они не смогли ни исламизировать, ни проботить язычников, поскольку территории сложно было пройти в них через все перевалы, и поэтому завыватели отступили. Как я говорил, после нашествия Тамерлана более восточные районы стали заселяться пуштунами, поскольку те просто обезлюдили во многом. Происходила ассимиляция, затем моголы много сделали для поглощения традиционных народов и их верений, но однако языки, ремесла остались. Сами соседи каферов выглядят примерно таким образом. От них происходил импорт каферам, в частности шерстяные халаты, иногда орнаментальные халаты, тюрбаны также. Опрошенные мной нористанцы из числа интеллигенции утверждали, что их предки ни за что не носили тюрбан, однако мы видим по фотографиям и по статам, что все-таки тюрбаны не носили, хотя бы в сериминальных целях по праздникам. Также можем в частности капители-колонн с валютами, с заветушками. Слева сверху мы видим жилище ваханцев, это памирский народ, переселившийся на территорию Китая и Пакистана из Афган-Таджикистанского погранища. Слева снизу скорее жилище также из их территории. Справа снизу это долина Сват, и мы видим, что эти капители даже входят уже в орнамент, то есть не только является элементом архитектуры, но и также частью самого орнамента. И совсем мелко можно здесь разглядеть мотив Шейна Гривна. Такая есть как раз в экспозиции Музея Востока. Гривны были однорядные и двухрядные. Утверждается, что мужчины двухрядные носили, однако можно видеть фотографии женщин с обоими вариантами. Справа сверху мы видим дворец в районе Хунза, где живет народ сговорщенно о изолированном языке бурушевский. они в основном мусульмане и смоэлиты. Но, как мы могли видеть по карте, этот район был исламизирован довольно поздно и, естественно, не сразу. Это комната во дворце. То есть, местные правители жили по нашим меркам скромно, но благоустроенно. И пол, как мы видим, был застелен ручной работы плавичками из шерсти козы либо яка по образцам, которые ко мне попадали. Монохромные вещи из шерсти яка сделаны, а пестрые уже из окрашенной шерсти козы. Здесь мы их, может быть, видим с края. Неясно по фото. И мотивы этой резьбы мы можем наблюдать и за пределами региона. То есть, вот это образцы из Грузии, например. Это образцы из Осетии, как южной, так и северной. Это Дагестан. И по резьбе по дереву в Дагестане проведены достаточно подробные исследования, издана ряд книг, в том числе по конкретным районам отдельно. Но, правда, немногими авторами, то есть, буквально пара авторов работали глубоко. Но, что смогли, описали. И, к сожалению, в наше время таких образцов уже мало, где можно найти в аулах. Зачастую это все выбрасывается и изредка лишь используется в декоре современных помещений. Например, я видел проект декора ресторана, где из гипса такие колонны с капителями были предложены сделать. То есть, это была 3D-модель, все-таки не реализованный проект. И также в Москве есть сеть закусочных Доглавка, которые украсили свои точки вот такими мотивами. Я по мере общения с коротцами гендукуши также буду им показывать эти образцы, что свою культуру можно сохранять на домашнем уровне или, допустим, в тех же чиханах и где угодно. Это Таджикистан, долина ягноб, довольно изолированная, где также народ разговаривает на редком языке потомкам саагийского. Это Тибет, потала, и снова Нурестан, уже на афганской территории, богатейшая резьба, конечно, сейчас все это приходит в упадок, что-то выбрасывается, что-то было растащено в 80-е-90-е годы и вывезено контрабандой, и многое сейчас видно в антикварных салонах США, Европы, Афганистана, Пакистана и Индии, но в то же время по фотографиям с этих салонов и сайтах аукционных можно хотя бы дистанционно по фото изучать подобные вещи. Это уже фото из литературы, из экспедиции 60-70-х годов. Вся эта литература доступна у меня, и только отдельные тома есть в исторической библиотеке в Москве. Мало этого в России, к сожалению. Это мечеть. Это фото 1935-го года из германской экспедиции, которая искала корни арийской расы и собирала также и научные материалы. А это примерно те же края в наши дни. То есть постепенно здесь заменяются современные материалы, что-то делается уже без орнамента, но все-таки местами кое-где сохраняются традиционные элементы. И вот фото в среде обитания. Это с британской политической миссией 1885-го года. Здесь мы можем видеть селение кафирское, которое представляет собой крепость фактически, поскольку они воевали между собой также, не только с соседями. И мы можем видеть жителей в их одежде, с их прическами, их антропологический тип, и можем видеть изваяние. Это все фигуры вожди и их примечательных жен. Женщины все-таки в этой группе двое, остальные мужчины, причем на конях с одной, с двумя головами, на троне. И мало того, известные имена этих людей, они были записаны все-таки в начале 20-го века, а местность не помнила, кто все-таки здесь изображен. Также фото из Кабульского музея, 1956 год, людей, возможно, вы узнаете. Справа столб, да, Хрущев и Булганин, у них была поездка в Афганистан, Индию и Бирму. Справа столб из Нуристанского жилища, мы здесь видим, в принципе, голову животного, и это еще не уничтожено. Это современное фото, кое-где, вот даже при режиме Талибана, подобные звуалированные вещи могут сохраняться где-нибудь в глубине жилища, конечно, не на улице. И снизу, слева, это фото с аукциона Ларь, явно обеспеченной семье, вождей, видимо, с таким интересным изображением птиц, человека с топориком, орнамент разнообразный, но в то же время стоит отметить, что имущественное расслоение у кафиров было незначительным, и люди достигали своего статуса как за подвиги, так и за многократно устроенные пиры, то есть по количеству устроенных пиров и количеству убитых врагов человек получал тот или иной статус, и этот статус также отражался в орнаменте на его куртке, вот мы видели белые куртки на фотографиях, раньше они что-то значили, сейчас это уже просто декор. Да, фигурки могли выглядеть так, слева это женщина, это богиня, редкое изображение именно божества, а не просто человека, и она сидит верхом на козе, фотография сегодня обрезана, но можем представить ее позу достаточно дружелюбная, женщина не очень, возможно ее даже поливали кровью. Справа фигуры калашей, сверху более крупного размера, с нее совсем небольшие, фото из очередного британского музея, то есть Британия, в 5-6 музеях подобные фигурки сохраняются, и вот можем сравнить племянник показанного писателя-этнографа и вождь из Кабульского музея можем видеть в плане осколства типажей, вот и детали костюма на фотографиях и живем, конечно, если кто-нибудь поет в Кабу, но я для этого отфотографировал в Кабульском музее все фото со вспышкой, ругаясь, все-таки, я все отснял и все это можно изучить в подробностях, но также отмечу, что в 50-60-е годы также вышло несколько статей афганских авторов, работников этого музея, которые провели статистическую обработку сохранившейся статуи и указали, кто на чем сидит, стоит, во что одет и все прочее. Опять-таки, в экспозиции музея сейчас стоит около 5-6 фигур, а всего их хранится 14 или чуть более. В европейских музеях нористанские именно с афганской территории фигуры есть еще в Париже и, возможно, в Германии, я не уверен насчет тех фигур, и также в Пакистане, где жили беженцы с афганской территории, и их фигуры избежали уничтожения, они были просто перевезены в музей. Соответственно, там есть районы музейщик, есть музей города Пишавар, регионального центра. в Кабуле был частный музей конфиската лука тромбадистов, там можно было видеть некоторые нористанские колонны с капителями, другие резные вещи, но музей сейчас закрыт из-за конфликта с властями, и также есть частный музей и фотографии, которые я показывал. В тот музей можно прийти, замечательно пообщаться, но только на персидском языке, так что нужен переводчик, но зато смотритель демонстрирует работу всех вещей, например, лук с двумя тетивами, который по сути является прощой, и к моему удивлению, вот я и не смог выстрелить из этого лука, поскольку линия выстрела идет ровно по древку, однако этот человек мог в обход древка стрелять конфетками в штору и все прекрасно показывал, также показывал, как рисал работает, о котором я нашел вряд ли кем-либо замеченную статью преподавательного сибирского вуза о параллелях к рисал из Южной Сибири и Дальнего Востока с нуристанскими. То есть, оказывается, существуют статьи, даже в наше время пишутся по теме язычников гендукуша и их потомков, но огласки мало. Нет какой-то сводной библиографии, я занимаюсь как раз ее составлением. А теперь самое главное, пожалуй, в результате обмена с Датским национальным музеем в Копенгагене в Кунсткамер в 1962 году была получена коллекция номер 6488 из 47 объектов, собранных в 40-е-50-е годы на гендукуше. В составе коллекции сельскохозяйственные орудия, одежда, утварь, мебель, оружие, музыкальные инструменты, и ритуальные предметы каферов. Коллекция была подробно описана Кисляковым в 1963 году и повторно упомянута в 1986 году. Таким образом, в коллекции зданий ценный вклад в собрание МАЭ, где не имелось ни одного предмета, характеризующего этот малоизученный народ. Характерно низкая табуретка с резными ножками и сиденьем, сделанным из туго переплетенных кожных ремешков, как и на креслах, которые мы видели. В отличие от других народов мусульманского востока, нурестанцы никогда не сидят на земле или подстилке со скрещенными ногами. Но в Кабуле они все-таки уже обедают, сидя, но спят чаще на кроватях, а с гостями беседуют сидя на современных креслах либо креслах, которые привезли из долин. То есть у них смешанная такая практика бытовая. Они обязательно пользуются подобными табуретками. Весьма своеобразен столик. Некоторые исследователи склонны видеть в нем греческое влияние. А вот два женских костюма заставляют вспомнить об устаревшем уже в науке делении нурестанцев на одетых в черное сия пуш и одетых в белое сафит пуш, так как один комплект из одежды, одежда из белой шерсти, другой из темно-коричневой. Эта коллекция не экспонировалась. 55 лет она находится в России, но мы не можем ее увидеть и можем радоваться с удовольствием этими фотографиями, где изображена палка-копалка, столик. Это именно треножник, а тарелка блюда размещена сверху. Ларь для хранения зерна, кинжал, еще один кинжал, как я говорил, они являются символом мужчины, как и на Кавказе. И традиционная арфа, четырехструнная. К счастью, эти музеи можно видеть в частном музее в Кабуле. Все те же самые. Столики, лари, причем тот, который сверху, как мне сказали, это детский гробик. Вот слева кусок шкуры виден, это как раз то, что женщины носили для переноски грузов, и снизу половичок храноментальный. Мы видим стул, дальше там стоит керамика различных размеров. Вот их оружие, опять-таки, разнообразное, то есть, видимо, копье, кинжалы, посередине нож, скорее таджикский, хотя местные кузнецы могли что-то делать по заведенным образцам. Справа видны сабли, топорик на длинном древке, и такие топорики были как и боевыми, так и церемониальными для танцев, именно по праздникам. Колчан со стрелами и огромный нож Хайбер, скорее пуштунское происхождение, но, конечно, кафели могли им и пользоваться, особенно, если захватят у побежденного противника. И снова та же арфа, и гривна однорядная, двухрядная, как в экспозиции в Музее Востока. Рядом традиционный головной убор по коль, подобный моему. Происходит у соседей, но инвестантцами им пользуются уже более 130 лет, так что можно считать глубоко традиционно для них. И на прочей территории Афганистана он стал массовым только с 80-х годов, получив распространение в течение войны. Вот, я заканчиваю, скажу еще пару слов. Также в Кунсткамере имеется меньшая коллекция, номер 6824, состоящая из приментов быта хуштунов и нурестанцев, которые собрал Рахмат Рахимов. Среди них деревянные сандалии, покрытые орнаментом, как мне известно по видам образца, кожаные сапоги, набор деревянной посуды, кожаный бурдюк для воды, нурестанский лук с двойной тетевой, глиняная маслобойка и другие предметы. В частных коллекциях в России доступны эльвирные изделия, обувь, текстиль, резное дерево, в частности кресло, подобное тому, которое было показано с антопопоморфными фигурками, и тематическая литература о существующих библиотеках Российской Федерации. И заключу. Войные действия, продолжающиеся с 1979 года, почти исключили полевую работу на территории Афганистана и затруднили исследование в Пакистане, хотя западные специалисты не прекратили посещать регион. Но изредка, конечно. В настоящее время в Афганистане для исследования доступны Кабул, Долина Паншер, самый безопасный регион Афганистана, и Парун. Это административный центр Нуристана, туда можно попасть вертолетом и также на машине. Как меня уверяют, это достаточно безопасно. Я планирую этим летом туда поехать. Без страха локального проживания язычников калашей до сих пор бытует традиционный утварь, а в музыкальных мусульманских городах и поселках Горного Пакистана ее можно встретить в антикварных салонах и старых домах. В изучении ремесел культового искусства и традиционного костюма народа в центральном гендукуше еще не подведена черта, не написана исчерпывающая работа. Заданные темы по-прежнему актуальны, существующая база прежних исследователей, то, что не опубликовано или хранится в запасниках, позволяет российским специалистам заполнять существующие лакуны в исследовании культуры региона. Спасибо. Спасибо за этот интересный доклад и такую нечастую тему. И вопросы, комментарии к докладу. Можно? Да, да. Ну вот я видел огромное количество параллелей с материальной культурой Памира, в частности, Шульгана, Вахана. Чем это объяснить? Собственно, каким-то общим субстратом типа Бурушаски или все-таки более поздней Ваханской миграции? Есть какие-то саблажи? Ну, здесь все пункты очень северны. Скажу так, насчет Буришей, их считают все-таки поздними переселенцами относительно ну, то есть с индоариями, скорее даже не дардами, а индоариями, то есть даже чуть позже, они пришли в регион примерно одновременно. Такое мнение есть. Ну, а в других статьях есть мнение, что они являются субстратом для всей территории от Нурестана до Балтистана и чуть ли даже не Ладак. Разные мнения. Ваханцы, конечно, имели торговые связи и, собственно, через Вахан проходила одна из ветвей шелкового пути. Иногда этот путь перекрывался. Вахан занимали тибетские войска, китайские войска в 8-9 веке. В общем, хотя регион такой высокогорно-изолированный, на самом деле там происходили разнообразнейшие события. И касаемо вот нурестанцев, например, они торговали с Мунжаном. В то же время они совершали туда набеги. До 19 века там располагалось жилище одной из их богинь, хотя сами нурестанцы там уже не жили. От мунжанцев они заимствовали струнный инструмент наподобие танбура, гитарообразный, в то время как традиционно пользовались все-таки флейтами, барабанами и 4-х струн арфы. Все прочие инструменты являются еще больше поздним заимствованием, скорее даже 20 века. Но в нурестанце на Мунжан совершали набеги, в Паншеране совершали набеги. Ну, конечно, что-то захватывали оттуда и могли заимствовать что-то из материальной культуры. А вот на Памире в районах прилегающих к Мударье есть легенды об крепостях огнепоклонников, которых называют Сиапушины, то есть одетыми в черное. И вполне ясно, какие религии Киверния были характерны для этих легендарных людей, некоторые из которых известны даже по именам вожди. То есть это могли быть мездеисты, могли бы действительно последствия гиндукушской религии, и в черной они могли быть одеты по любым причинам, то есть не обязательно они были теми самыми Сиапушами, которые в Нурестане живут. Либо это имя могло быть позже на них распространено, поскольку некие Сиапуши за парой хребтов все-таки жили южнее и были на уровне слухов известны, конечно, памирцам. И как мы видим в 19 веке некоторые памирцы ходили и даже ходили с политическими предложениями, и устроили натуральный геноцид памирского населения, от которого оно было спасено только уже русскими войсками в 1890-х годах. Ровно по этой причине памирцы довольно лояльны к России и в наше время, и в Москве себя тоже ведут весьма прилично. Что касается избразильных традиций, был общий регион, опять-таки пути миграции, торговые пути, они проходили через все эти перевалы, когда-то случайно мог проходить наугад, где-то были налажены караванные пути, существовало общее культурное пространство, опять-таки с третьего века до нашей эры с территории Северного Китая на территорию Афганистана вторгались, да и на территорию Пакистана тоже, через горные перевалы, через Тибет восточнее, либо через Памир западнее вторгались верноязычные полукочевники, кушаны, нефтолиты, хиониты, кедориты и прочее, и в частности есть мнение, что династический титул четральских правителей, имя династии Катор, и название народа Ката, которых также называли катерами, Котварами, и некое полумифическое владение Котвар, Катур, с которым пытался воевать Тимирлан, оно также от имени этого правителя Кидара происходит. Хотя их там уже не должно быть. Ну, конечно, но это уже тысячи лет прошло до тех пор, но имена легендарные могли сохраняться. Кстати, вот мне известны статьи с предположениями, что традиция на могильных фигур позависована у чурков, с которыми дарды, нуристанцы на раннем этапе еще могли соприкоснуться еще до исландского вторжения, поскольку тюрки попали в Данистан в VI-VII веке, чуть раньше прихода арабов, и даже правящая династия Кабула и Джалабада, область Нагара-Хара, которая теперь Нангар-Хар именуется, вот хиндушахи, эти, Кабул-шахи, это были потомки тюрков по веросповеданию буддисты-индуисты, которые в повседневной жизни пользовались одним из иранских языков. То есть такой интересный микс. И также, что тоже неочевидно, сами нуристанцы, носители этих языков, они переселились в высокие области только недавно, как раз в процессе наступления ислама, то есть можем взять условную границу грубо полторы тысячи лет назад и до 500 лет назад, когда они более широко расселились на самых высоких территориях. Средняя дата X века это как раз походы газневидов, которые заставили их мигрировать из окреста Чжалабада, который находится на равнине, из области Каму на север, где теперь есть селение Камдеш, то есть земля Камов, там есть племя Кам. Правда, про них соседи говорят, что это ассимилированные пуштуны, которые к нам бежали, потому что они не настоящие науристанцы. Может быть, действительно, не пуштуны, а какие-то альтернативные иранцы, потому что существовало много малых народов со своими языками на этих землях, и пуштуны их практически всех поглотили. Остался малый народ Ормури на территории Пакистана и Афганистана, и подобные люди действительно могли, не желая исламизироваться, бежать вместе с носителями науристанских и дарских языков выше. Которые как бы... Да, все, конечно, кроме буришей. Бурушевский, он изолят, но они рапиоиды такие же. Спасибо большое. Еще вопросы? А я вот хотела сказать, что, конечно, просто поразительные похожие вещи, например, на сванрич. Просто вот один в один. Да, и в экспозиции здесь есть вещи из Дагестана, из... Вот в наших экспозиции таких вот, о чем я говорю, их нет. Ну, у вас в фотографии есть прямо очень похожи, во-первых, дерево резное, а во-вторых, вот это вот голова у оленя с рогами, вот там характерной формы на спанских циклях, хотя и христианские, но... А? Каньки. Верни, пожалуйста, где там это было вот такой... Калаш. Оленя И потом вот эта традиция с рогами, ведь буквально до 60-х годов... Нет. Да-да-да-да-да. Нет, подождите. А, в конце был, да. Нет, было видно справа у тебя да-да-да-да, я пока... Сейчас найду. До 60-х годов советского времени сванские церкви были все наполнены вот этими рогами. Просто заваленные. А потом стало это модно в Грузии, роги вешать в домах. Ну, в современных уже. И они все опустошились. А еще вот старые фотографии пока... Просто все храмы были завалены. Они же уже были на самом деле расхристианизированы. Они же были полуизвечники. Они толком не знали... У них стояли храмы христианские с росписями, но они не очень понимали, почему. Почему они приходили по празднику в Гибель. Вот, повалили огромные котлы мяса, поклонялись деревьям. Рядом с храмами, в которых там 19 века. Но это не важно. Но вот такой вот я тебе просто сегодня пришлю вот такую же на Сванском храме. Вот который справа висит, видите, вот с такими камерожками. Еще... Один канал. Еще обращу внимание. Вот капители с валютами. Скорее всего, это греческое влияние. Предположим. Об этом есть литература. Даже таджикистанского следователя, есть книга про историю Таджикистана, где рассмотрена тема. Довольно кратко, но все-таки есть. Просто следует знакомиться подробнее. Но если брать максимум в состоянии подобных предметов, то это, пожалуй, от Молдавии и по Анатолии, и частично по Кавказу. В Иране, из Ирана я только одно фото, я знаю, с подобной капителью. И, соответственно, по Миргенду, Кушгималайи, и немного даже Китай. И в Дунхуане есть, в принципе, нечто сходное в Синьцзиане есть, но не так ярко выраженное. И вот еще здесь присутствует Евгения Михайловна Карлова в Садранском музее. Как-то мы с ним обсуждали вопрос самоиспользования мебели нуристанцами. И я так предположил, что, может быть, это какое-то древнейшее арийское наследие цивилизованных людей, принесенное издалека. Но в то же время, действительно, по ее замечанию, это может быть и влияние Индии. Причем достаточно давнее, как-то постепенно проникшее, может быть, с торговцами, поскольку индийские торговцы пускали на кафирские территории. И еще интересный момент. Предки нуристанцев находились под сильным воздействием бактерийской культуры, где-то на равнинах. Возможно, даже они могли жить и север не ближе к Мударе, поскольку культовые серебряные чаши для вина у нуристанцев, которые сохранились до 20 века и в 60-70 годах экспедициями были получены и размещены в музеях наших европейских. Эти чаши находят прямые параллели в вещах из Асогда. В частности, вот, из памятника Балалы КТП и книга по нему, и там есть прорезь и репродукция этих фресок и упирующих буквально в том же стиле сделанный чаш, как и серебряные чаши на универсанцев. Большое спасибо. Я предлагаю дальнейшее обсуждение перенести в клаве и завершать. оттуда.